Компактный кроссовер Toyota C-HR вышел на российский рынок прошлым летом, то есть только через два года после премьеры. Но обновленной версии понадобилось всего два месяца, чтобы добраться до нас. Сама модернизация вышла скромной, внимательный клиент заметит новый передний бампер и другой рисунок задних фонарей. Зато именно C-HR стал первой Toyota, и которому досталась мультимедиа нового поколения. Из-за того, что российский офис марки отказался от версии с механикой, маленький паркетник потерял статус самого доступного кроссовера марки Toyota. Теперь этот статус носит RAV4 российской сборки. Версия с двухлитровым атмосферником, передним приводом и вариатором подорожала на 72 тысячи рублей. А вот сочетание турбомотора, трансмиссии 4х4 и того же вариатора стоит столько же, сколько и раньше. Марка Ford выводит на европейский рынок новую версию Focus'а Active X Vignalia. По сути, тут соединены особенности уже известных модификаций – кроссоверный Active и топовый Vignalia. Поэтому новинка отличается пластиковыми накладками на колесных арках и порогах, оригинальными бамперами, а также рейлингами на крыше. Кросс-хэтчбеку по-прежнему положены свои пружины и амортизаторы, благодаря которым дорожный просвет вырос на 3 сантиметра. Сзади стоит многорычажная подвеска, хотя базовым фокусом полагается простая балка. В настройках ездовой электроники есть два режима – один для скользких покрытий, второй для песка. Приставка Vignalia принесла кросс-фокусу крышу и зеркала черного цвета, а также обитые кожей сиденье и руль. В список оборудования включены проекционный дисплей и автопарковщик. Продолжение следует...